И всем привет! И сегодня мы с вами будем играть в двери. Эта, если честно, игра мне напоминает Jumpscare Mansion немножко. То есть тут такая же задумка с дверями. То есть ходишь с одной дверь... Ну, заходишь в дверь, там комната, там может быть монстр, там может быть не быть монстра. Но тут также есть ключи. И тут монстры абсолютно другие. Комнаты рандомно, типа... Извините, что я немного застопилась. В общем, комнаты рандомно берутся и подставляются под каждый уровень. То есть тут могла быть другая комната. Пока что монстров нету. Но появится монстр где-то к уровню, наверное, к шестому, к пятому. Тут есть ящички. Их нужно вот дать. Там может быть разный хороший лут. Ну, чаще всего там либо ничего, либо деньги. дошла я до 76 уровня. И всё. Всего тут 100 уровней. Естественно, очень сложный уровень это 50-й. 50-й уровень. Если мы до него отойдём, то можно... Ну, то, в принципе, будет понятно, почему он сложный. Я вам покажу. Но пока мы только на седьмом. Так, это вроде было просто гроза там промелькнула. Просто если свет промелькнёт, это значит, что монстр идёт. Ну, иногда это фейк. То есть иногда монстр не идёт. Но чаще всего где-то 75% это значит, что монстр. Вот. Как сейчас. Это Раш. Я точно помню. И от него нужно прятаться просто в шкафу. Также ещё есть другой монстр, который появляется, когда мелькает свет. Он такой зелёный. И он делает несколько подходов. Он, кстати, зажигалка. Очень полезный предмет. Один из самых полезных. Про других монстров я буду рассказывать чуть позже. В общем, а Раш, типа, самый, я бы сказала, не самый, а один из самых лёгких монстров. в вещичках можно ещё найти. Типа, фонарик. И, в принципе, другой хорошо. Тут небольшой пазл такой. Так, мы его решаем. И всё. Посмотрим, что тут в ящичках. Деньги потом превращаются в кристаллы. И в общих кристаллах можно купить разные вещи в начале игры. Вот, кстати, темно. Вот в такой темноте нам нужна зажигалка. Когда вот прям вот такая непровидная тьма, это значит, что там будет монстр. Такой небольшой монстр. И когда он появляется, он может сказать иногда и не говорит. В общем, нужно посмотреть назад. Вот, ровно назад. То есть его тут сюда или не сюда. Просто назад. И смотрим. Либо посередине, либо вверх, либо вниз. Он может быть либо внизу, либо в середине, либо вверху. Надо на него полностью посмотреть. Вот зажигалка и шанс того, что он появится либо вообще нулевой, либо маленький. Поэтому будем ходить зажигалкой. через несколько десятков уровней, точнее, ну да, где-то через два десятка уровней будет босс, мини-босс, точнее. но я не буду вам пока что спойлерить. Ой. Это глаза. Их, короче, на них не нужно смотреть просто. Просто не нужно смотреть. Я сейчас на них смотрела, у меня хрп отнялась немного. Ну, в принципе, тут можно спокойно смотреть, так вот просто идти. В общем, когда у вас мало хп, точнее, когда у вас хоть чуть-чуть потратилось хп, вы сможете найти в ящиках там пластыри и еще, типа, баночку медицины. Она еще лучше, чем пластыри восполнить ваше хп. но не знаю, возможно, ее можно найти также, если у тебя полное хп. Но пластыри точно только, когда у вас не полное. Отмычка нужна, кстати, чтобы просто открыть дверь с замком. В принципе, удобно, когда большая темная комната и нужно где-то искать ключ от замка. Потому что, когда темно, нужно каждые пять секунд оборачиваться и смотреть. Есть, он там нету. С тебя паранойя, ты вечно оборачиваешься и вот так вот смотришь. Его там нету. Короче, легче открыть просто все отмычкой и все. И не мучат. Не мучить себя. Кстати, до уха сидеть в шкафах нельзя, иначе придет хайд и выпнет тебя из этого шкафа и еще тебе урон нанесет. Короче, такой себе. И поэтому, когда зеленый, то есть похожий на Раша приходит, тебе нужно выйти из шкафа и потом зайти в него обратно. Естественно, мне зеленый этот никогда не попадался, который похож на Раша. Но я уже читала Вики о нем. Здесь нам нужно найти рычаг. Кстати, это глаза. Все нормально, не беспокойтесь, это уже скоро мини-босс будет. Он где-то приблизительно на 35-м уровне будет. Сами посмотрите. Кстати, вот этот свет, если мигнул, это не значит, что кто-то идет. Но бывает фейк-свет, а также, когда вот этот мини-босс, то тогда вот тоже свет мигает. Так что все нормально. Кстати, еще можно посмотреть, что, ну, как картины называются. Что, на самом деле прикольно. Игра качественная, советую поиграть. Но она может быть довольно трудной. Вот, кстати, пластырь. Сейчас хп себе немного подняла. Вот еще пластырь. Вроде он сейчас тут будет. Да-да-да, он сейчас тут будет. Этот мини-босс появится очень-очень скоро. Прям-прям-прям сейчас. Вот он. Игра. ГОЛОДИЦАЛИИ вот такой мини босс он еще будет на 80 там уровне еще тут эти свет проморгал возможно я не знаю появляется ли он на этом уровне там просто еще есть такой монстр и когда моргает свет то он в общем появляется сзади тебя ты просто идешь по коридору такая темном коридору он появляется сзади тебя потом говорит обернись ты оборачиваешься идешь назад появляется тут идет за тобой потом опять так вот так вот так вот так и короче ты приходишь к двери такой монстр еще есть пока что нам везет мало темных комнат надеюсь так и дальше будет потому что я ненавижу темные комнаты то есть вон то вон то не темная комната если раз там пробежал то значит ну не знаешь что это темная комната типа видите тут хорошо все видно а там вообще ни хрена не видно особенно без зажигалки в общем и кстати вот этот маленький монстр который появляется за тебя и говорит он носит тебе одну треть твоего хп ну сносит то есть у тебя есть три попытки при тем как ты умрешь сейчас конечно нам бы пластыри поэтому я пока что не буду выходить точнее входить в ту дверь как осмотреть надо все все осмотреть теперь можно теперь можно туда на каркова походу постараемся быстро быстро пройти все хорошо темные комнаты вот например вот этот подвал может быть темным если не будет этой зажигалки то во первых тебе очень будет сложно искать рычаг во вторых еще монстр за тебя будет вечно и нужно будет смотреть вечно назад чтобы знать сзади он там нет посмотреть на него шпану шоу в общем если вы видите темную комнату то надеюсь что там только одна такая так вот там ящики вообще игру я смотрела спидран там за 16 минут тупо проходили игре вообще не знаю как типа у меня это занимает чтобы дойти до 50 уровня приблизительно минут 20 где-то не знаю сколько и сейчас видео уже идет в общем очень долго это верно потому что я утаю все кстати скоро уже будет опять не пос я на нем вечно умираю и только тут типа один раз с рандомом играла с рандомным челом и типа он меня довел до 76 и потом там просто рипнулась в общем вот я ненавижу его всей своей душой его ни разу одна не побила скорее всего мы умрём но что будет что-ли но желательно чтобы не умер он нас не видит но нужно собирать книги они более яркие чем другие и потом из этого собрать пазл точнее сходу так куда он идет ясно понятно пойдем сюда все хорошо если ты будешь очень близко возле него то он тебя типа почует даже если звука не издашь а если спрячься в шкафа шкафу когда он рядом то будет мини игра довольно сложная короче очень сложный босс так окей да она идет куда она идет куда он идет окей нам еще нужен листочек так я пойду пока туда нам нужен листочек он лежит на столе это для того чтобы расшифровать код все он пошел наверх мы идем сюда берем листочек потом мы идем наверх и ищем там книги первые треугольник значит девять первое второе квадрат нас нет квадрата в общем ждем сейчас пока он придет сюда и идем наверх вот тут есть сейфлейс вроде бы но я не уверена на самом деле в нем не уверена в этом сейфлейсе у меня вдруг прошел этот уровень где-то просто подохло но он вышел и он тут тупо сидел и монстр его не трогал там еще вон там еще есть тоже такой такая сейф зона так вот есть вот книга окей тут окей тут так пока что все хорошо вот вот сюда вот тут можно сидеть смотрим смотрим треугольник девять квадрат ноль девять ноль далее один далее икс три и далее звездочка пять девяносто сто тридцать пять сейчас проверим девяносто так да сто тридцать пять да девяносто сто тридцать пять сейчас ждем пока он идет и идем вводить код я бы наверно сейчас успела но я не хочу рисковать так просто тут будем сидеть подождем девяносто сто тридцать пять где он там что он там дел все он идет обратно я не знаю исправить ли вот эту сейф зону но пока что он не трогал моего друга вот тут вообще он вроде вот сюда идет но вот именно вот сюда он не идет я вечно профутываю момент когда он ходит отсюда ну сто сто тридцать пять пять так нет извините что я очень сильно туплю я сейчас в стрессе значит девяносто сто тридцать пять я там ноль поставила там где сто декор всто тридцать пять давай 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 открой открою Всё. Первый раз одна прошла. Первый раз. А, тут тёмная комната. Ненавижу тёмные комнаты. Я считаю, пытаюсь высмотреть, где тут нужна дверь. Всё, пойдём. Сюда нам надо. Смотрим, назад нету. Откройся. О, на самом деле мне очень нравится вот это. Вот это моё любимое, типа, строение в этой игре. Типа, комната самая любимая. Тут, типа, куча ящиков и из этого куча лута. Это очень хорошо. Ещё вот этот вот слепой он будет на сотом уровня, что я уже смотрела прохождение. Себе уже всё заспойлерила. И, в общем... Он довольно сложный, этот сотой уровень. Но там можно пробежать сквозь монстра. Там, типа, открываются ворота. Там монстр. И ты можешь сквозь него пробежать 3-5 секунд и, в принципе, забрать всё, что тебе нужно и свалить. Я вряд ли дойду до сотого, но... Хотя бы что-то. Ещё на 80-м уровне будет этапить вот этот одноглазик. Я понимаю, что, наверное, вам скучно смотреть, как я тупо хожу и лутаю всё, но... Это нужно, чтобы нормально выжить в этой игре. Вот это тоже я люблю, когда оно освещенное. Когда оно не освещенное, когда тут темно, это тупо... найти ключ. Это такая проблема, когда ты... Особенно, когда у тебя нет зажигалки, за тобой монстры. Ну, я об этом уже рассказывала, но всё-таки. Тут вообще, кстати, нужен ключ или тут просто есть дверь, через которую можно пройти? Сейчас. Типа тут дверь забаррикадирована. А, вот. Да, там нужен ключ. А как туда пробраться? А, через комнату. Через вот эту, наверное. Такая пустая комната. Класс. Ключик. Понимаете, он может быть тупо везде. Мы однажды вот в похожей большой комнате искали ключ, он тупо всё это время на столе был. Ещё вот тут посмотрим, что тут. Вероятно, что-то полезное, но всё-таки лучше прочекать. Всё, у меня наконец-то фулл хп. Спустя сколько? 25 уровней, может быть. Как это картина называется? Рагдул. Ясно. Вообще, это просто голова. Это не не Рагдул даже. Ещё тут комнаты. Ещё тут есть ревайв, но он только если зайдёшь в группу, и он только один раз. Я один раз использовала ревайв, и у меня его больше нет. всё на самом деле глупо. Лучше бы он давался ежедневно или ну, хоть как-то, а не один раз. Ну, типа, бесплатно. Там ещё есть ящики, ну, ладно, пойдём. Опа. Ждём чуть-чуть. Это я ждала, чтобы если зелёный был, у меня было чуть больше времени. О, кстати, вот это, видите, сейчас покажу. Вот, это Хайт. Он не любит, когда ты слишком долго прячешься в одном шкафу. интересный, тут есть какая-нибудь ачивка за то, что ты все книги посмотришь. Даже это какой? 57-й. Тут, кстати, иногда может появиться мастер в окне, но он тебе ничего не делает, просто, ты знаешь, так, существует. Ещё может появиться паучок, который ты снимет чу-чуточку хп, когда ты открываешь ящик. Ещё может появиться монстр Джек. Кстати, тут паучок называется Тимати. Есть монстр Джек, который может появиться в... Опа. Так. Угу. Я кажется, кто дальше будет. нечем любой другой монстр в этой игре это тимати был эмоционал мэн я кажется знаю какой дальше монстр будет нет его нету да ну тут просто можно дойти спокойно походу мы сегодня так и не увидим это да что ж такое походу все таки сейчас будет нет почему свет тогда моргает мы не прям я не просто не понимаю все так понимаю просто пройти опять отмычка столько отмычек у меня будет до хрена отмычек это да да увидели как мы отмычку июх июх классно просто прямо я понимаю да когда будет это вот монстр которым я думаю почему так много файкового света кстати в эту игру можно играть с целыми 12 игроками это на привате то есть можете зайти в группу этой игры там скинуть свой приватный серый играть с 12 игроками но там где-то половина умрет при первом раше потому что просто шкафов не будет хватать а игроки не могут в один шкаф залезть он тут откуда был ходу тут промаркал свет я не увидела у нас судя по всему тут промаркал свет так сдохну недалеко не мы вряд ли сегодня с вами дойдем до сотого уровня но мы попытаемся о негатива что это это правильно что нет но тут как бы и по ими тут ничего не будет видно еще и мастер будет зажигалка нас немного осталось быстро 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 где 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 я мать твой не хай ключ ну все как бы на одну комнату нас хватило все минус шина так извините что я просто к цвету пришла мне не не сейчас очень неприятно я ненавижу просто ненавижу вот эту тёмную просто комнату вот это вот вот это принципе у нас есть ёлка все по ключ 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 дни китайской микрофон случайно ударила непростая реально сейчас очень потому что это комната вот это вот комната смерть у меня все у меня у меня была отмычка у меня была отмычка зачем зачем искала этот ключ у меня была бы сейчас зажигалка у меня была бы сейчас зажигалка у меня теперь ее нету но у меня остались отмычки целых три так тут нет шкафа у нас все нормально никуда походу сейчас будет ну ну вообще тихо хайт стал чаще появляться а меньше времени уходит на то чтобы он пришел возможно у меня же паранойя сейчас некомфортно играть очень я же ничего там не найду по даже если тут не нужно искать ключ не нужно найти дверь который мне нужно зайти просто идем по 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 стене просто по стене потому что я не знаю как мне найти дверь все нет промаха ну тут вроде нигде нельзя спрятаться и нигде нельзя и раша нету дайте зажигалку пожалуйста сжигать ебой и как-то нельзя перенастроить не очень удобно что же их отреть закройся все краски с эти дети тут сами подбираются даже на них нажимать не надо только время дать так окей пойдем и дверь нужно ну кстати наверно мы там сейчас умрем будет тоже самое сейчас на второй раз но я сейчас так сильно на нервах что я не думаю что пройду я кстати наверно длится довольно долго мне хотел посмотреть там шкафчик мог чуть-чуть попозже ну в принципе да но прогресс 91 дверь 9 дверей осталось до сотой неплохо я считаю в общем тут можно реванцией за 30 робуксов но мне нету столько денег было близко до сотой двери близко ну ладно учту что нужно теперь смотреть в две стороны перед тем как бежать просто раньше мне везло но сейчас не повезу ладно спасибо за просмотр подписывайтесь на мой канал если не подписаны ставьте лайки и всем пока 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 а Продолжение следует...